Всем привет, друзья! С вами Зермет. И сегодня я расскажу вам, каким мог быть ФНАФ Аэр Спешл Деливери. Вы спросите, а почему не каким мог быть Форсакин Аэр Даркес Деливери? Да я просто про него информации не нашел. Что ж, не буду тянуть, погнали! ФАС-ФАКТЫ Есть несколько текстов, называемых ФАС-ФАКТС, которые должны были раскрыть больше знаний, однако они не отображаются в игре. Такие тексты не имели в себе фактов о аниматрониках, они имели обычные пасхалки, например, одна из них. Оригинальные аниматроники отличались костюмами с пружинным замком, которые приходилось заводить вручную, чтобы сотрудники могли безопасно их носить. Таких ФАС-ФАКТОВ было немного, но в них есть интересная информация. Вот пару из них. Некоторые из первых аниматроников, созданных Уильямом Афтоном, имели когтистые механизмы, которые могли прятать внутри себя предметы. И много тому подобных. Если вам очень интересно, я выложу переводы и оригиналы у себя в телеграм-канале. Ссылка в описании. Ранние описания процессоров. Приходят ранние описания процессоров для аниматроников, которые, похоже, указывают на различную механику для некоторых из них. Например, Бонни с его гитарой. Вот ранние описания ЦП. Гоуи Энда. Выполняет автоматические функции по умолчанию. Фредди Фазбер. Играет свой запатентованный джингл, когда находится в непосредственной близости. Бонни. Играет на своей гитаре и его труднее обнаружить в статике. Боунбой. Постоянно посылает приветственные сообщения, когда находится в непосредственной близости и ходит бесшумно. Чика. Беспорядочно ходит и может внезапно напасть. Фокси. Быстро передвигается и срывается чаще других. Циркус Бэйби. Очень опасные автоматизированные функции. Может выйти из строя во время зарядки. Спрингтрап. Очень опасные автоматизированные функции. Проявляет уникальное ненормальное поведение. Переходим к интересной теме. Неиспользованные персонажи. В файлах игру поминается переработанный скин, известный как Истер Чика. Однако от нее ничего не осталось, кроме имени. И скорее ее заменили на пасхального Бонни. Ну и персонаж, который нам известен. Лефти. Лефти, которого дразнили с самого начала FNAF Special Delivery, не появился в игре. У Лефти есть неиспользуемые ресурсы, найденные в файлах запуска игры. Старые текстуры. Очень интересный раздел, в котором мало информации, что очень обидно. Старые текстуры ремнанта. Они мне даже нравятся больше, чем новые. Супер Шокер. Судя по его названию, этот предмет заставил бы Шокер наносить больше урон аниматронику во время столкновения. Это было бы бесполезно, так как аниматроник всегда умирает за один удар. Когда вышло обновление уровня, было добавлено аниматронное здоровье. Этот предмет был обновлен до бафа, который теперь существует в финальной стадии игры. Открывающие текстуры. Неиспользуемая графика, которая напоминает визуальные эффекты, увиденные в начале игры. Возможно, в некотором роде связаны с ними. Входящие баннеры. В файлах игры можно найти несколько баннеров с аниматрониками, держащие соответствующие пакеты костюма, а также батарею, излучающую электричество. Возможно, это были рекламные предложения о покупке плюшевого костюма аниматроника, которые приходили вам в почту. Абонентское обслуживание. Судя по этим неиспользуемым активам, похоже, что изначально планировать своего рода услуга подписки, хотя она еще не появилась в игре. Возможно, это была ежемесячная подписка, которая дала бы возможность вам получать каждый месяц фаскоины, приманки, устройства, что соответствует баннеру. Продолжим говорить о Лефти и Плюштрапе. В файлах игры были найдены старые иконки. Поглядите на них. Еще здесь присутствуют приманки и так называемые донатные иконки. Штары, иконки, шемрак, фредди и той чики. Используемый код. Самая сочная тема с небольшим количеством информации. Система патрулирования. Поскольку текстовые файлы предполагают, что в игре раньше был режим PvP, где аниматроники, отправленные игроками, сражались с аниматрониками, отправленными друзьями этого игрока. Неиспользуемые моды, созданные специально для этой системы, предполагают, что ремнан будет потерян, если аниматроник будет побежден. Система крафта. В игре была обнаружена неиспользованная система крафта, предполагающая, что игрок сможет создавать плюшевые костюмы и ЦП на основе предметов, которые они бы могли получить в ходе встреч. Предметы для плюшевых костюмов были разъединены по категориям левая нога, правая нога, левая рука, правая рука, туловище и голова. Элементы для ЦП были разделены по категориям материнская плата, логическая система, звуковые карты, блок управления, жесткого диска и радиатора. Неясно, представила бы эта система крафта игроку, пользовательские аниматроники и моды, или просто использовались бы для создания тех, что уже есть в игре. Система также предполагает, что для различных деталей, которые вы бы могли приобрести, была бы создана система инвентаря. Система трофеев. В файлах на FNAF Special Delivery можно найти документ, где говорится о неиспользуемой системе трофеев, получаемых за победу над разными аниматрониками. В списке трофеев можно найти как персонажей, которые уже появляются в игре, так и для тех, что были запланированы в ранней версии разработки. Трофеи делятся на четыре категории. Автоматически выпадающие сразу после победы, обычные трофеи, редкие и очень редкие, которые всегда представляют собой голову того или иного врага. Вот эта таблица. Ребята, если бы я добавил таблицу, вы бы не увидели ни одного слова, поэтому я ее также, как и фасфакты, выложу в свой телеграм-канал. Ссылка на него будет в описании. Стоны Бэйби. Когда цирковая Бэйби впервые появилась в игре, она издавала яростные стоны, когда игрок отражал ее атаки. Впоследствии стоны были удалены из списка реплик Бэйби по неизвестным причинам. Роль голого Энда. Во FNAF Special Delivery голого Энда выполняет роль первого и наименее значимого врага. Но исходя из файлов, в ранней версии игры Энда скелет стоял наравне с другими персонажами. У него были свои приманки и разблокируемые детали, плюшевые костюмы ЦП. Роль Тень Бонни. Тень Бонни представляется врагом, появляющимся только в режиме сбора остатка. Но фрагменты кода из документов говорят о том, что в ранней версии он стоял наравне с другими персонажами. У Бонни были свои приманки и разблокируемые детали, плюшевые костюмы ЦП. Неиспользованные звуки и анимации. Тоже интересная тема, в которой очень мало информации. Звуки хайвайров. Персонажи, которые не хайвайрят в своих столкновениях, имеют неиспользуемые шумы хайвайра. Новые скины этих персонажей также не имеют связанных звуков. Звук Баоры плюс Арктической Баоры. Звуки Плюштрапа плюс Фрост Плюштрапа. А теперь анимации. Их всего две. Баоры и анимация Фредди Фазбера. Анимации Фредди Диклогинга, если судить по его имени файла, странно сгруппированы с анимациями, найденными в мастерской. Что же, ребята? Это всё, что я сумела трыть в интернете, лазая по всем сайтам. Всем спасибо за просмотр. Переходите в мой телеграм по ссылке в описании. Всем удачи и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok